В канун Дня защитника Отечества в школах, городов и поселках Большого Харциска стартовали соревнования по военно-спортивному многоборью под названием «Будущий воин». О перипетиях борьбы будущих защитников Отечества из 4-й школы в нашем следующем сюжете. Перед началом спартакиады участники мероприятия почтили минутой молчания погибших защитников Отечества, бывших учеников 4-й школы. Представив свои девизы и названия команд, ребята под пристальным взглядом членов жюри приступили к выполнению конкурсных задач. В спортивном зале проходит спортивный праздник «Отчизны славные сыны». Праздник 23 февраля – хороший повод для воспитания у обучающихся чувства патриотизма. Этот праздник для всех людей, которые стоят на страже нашей Родины. Такие мероприятия у нас проходят ежегодно. Проходят спортивные мероприятия, также конкурс инсценированной песни, уроки мужества. Монолит против урагана. Ученики одного из 11-х классов 4-й школы разбились на команды под такими названиями и принялись выяснять, кто из них лучший в военно-спортивном многоборье будущий воин. Потенциальным защитникам Отечества предстояло продемонстрировать свои навыки и умения в нескольких дисциплинах программы подготовки допризывной молодёжи. «Выступает у нас 11-й А-класс. Поделили мы их на две команды. Будут шесть конкурсов у нас подтягивания, стрельба из пневматической винтовки, большая эстафета, переноска раненого. Также будет чистка картофеля у нас на время, одевание противогазов на время. Мы это изучаем, обучаем, они всё вам покажут». У военно-спортивного многоборья будущий воин, которое проводится в Харциске уже в 19-й раз, конечно же, есть устоявшиеся традиции. Однако коронавирусные ограничения в этом году внесли свои изменения в ход соревнований. Несколько этапов многоборья были переведены в онлайн-формат. «Конкурс «Строя», «Строевая подготовка». Учащиеся 10-11 классов выполняют строевые упражнения отделением. Второй конкурс «Смотр строя и песни», «Строевая песня». Также эти команды, которые в школе проходят этап «Будущий воин», снимают конкурс «Строя и песни» и присылают материал в оргкомитет. Жюри будет отслеживать, отсматривать согласно критериям данный конкурс и будет выявлять победителя. И третий у нас будет номер – это конкурс коллажей, боевых листков. Украсить череду спортивных состязаний были призваны номера школьной художественной самодеятельности. Лучшее же по результатам выполнения всех конкурсных заданий в четвертой школе была признана команда «Монолит». Команда «Какой школы станет победителем городского этапа «Спартакиады. Будущий воин»» станет известна уже в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова